всем привет всем привет ребята вы можете наблюдать мы недовольны и снова в эфире да недовольны наверно мы подпишем скоро свой канал так недовольны на бежать в германии ну давай вышли мы на прогулку и решили вам записать подожди наше видео посмотрите как здесь красиво сейчас я растяну это на пять минут вот я так люблю природу я соединяюсь с природой я за то чтобы жить счастливо и уверенно но я вам буду брать врать и врать смотрите какая природа травка зеленеет там кто-то бегает там радуга вы видели эту радугу там синоптики придут ну реально человек давайте просто искренне скажем кто по правде что такое ну ладно давай что там на вышли мы значит на прогулку сегодня и вот взяли с собой штатив и решили присесть и снять вам красивое такое видео на улице кто тоже растянули на минуту непонятно что так с чего начнем с комментариев то что пишут или или с нашей темы короче давай про евровидение да ребяток хотела обратиться я к вам кто может быть смотрел евровидение 2023 года выступала очень много стран также выступала украина и германия потому что украина победила в прошлом году кстати говоря зеленский просил чтоб евровидение было в польше но ему отказали выбрали великую британию но я об этом не знала украина принимала евровидение или как это сказать правильно на территории великой британии да и много было участников я свой голос просто на фоне как и как и отсюда отдала я финляндия мне понравился парень как выбирают пол и мать не было шоу собачка покакала убирают на мы не будем это показывать меня для просто а украине стоило бы к этому стремиться чтобы убирали за животные не только украина молодец такой ну я сейчас просто вырезать на мало цели есть все они ушли так вот что хотели сказать вам про евровидение 2023 года как в этом он и упали как вы знаете выступала германия и я удивилась только германия нет не только германия и я смотрела прямой прямую трансляцию евровидения аня не что там происходит на и когда уже закончились результаты голосования я удивилась почему германии так очень-очень баллов мало вообще мало со всех стран у их там вообще не знаю два три балла они заняли последнее место их последнее место и когда я посмотрела пересмотрела обратно потом я посмотрела что жюри не проголосовала за германию не проголосовали другие страны не проголосовала сама германия много еще кто других и сегодня я уточнила и узнал такой момент почему же германия не набрала очень много баллов насти какая-то больная почему что-то дергаешься я в ши пишет конечно но я просто не могу уже сдержаться люди шо вы пишете настя больная у нее в ши она чешется почему настя такая дерганая один человек написал и все за ним резко начали это повторять для чего вы это делаете не для чего а я всегда перебиваю но сейчас я реально конкретно перебиваю просто вижу что настя опять как-то там эмоционально объясняет но это не дает вам право писать вас youtube channel я я и украинен уроки немецкого языка языка как сейчас нам девушка ходила и спрашивала у нас также мы и так дальше на улице короче все так всегда бывает кто-то подходит сзади там кто-то махает камеру это просто смотрит так вот что я говорила это вам не дает право писать подобные высказывания в ши и не в ши и так далее но вы говорите вы не умеете реагировать на критику вы говорите вы не там некоторые пишут вы не умеете адекватно воспринимать критику вы все воспринимаете в штыки вы не психологи во первых психологи не люди во вторых мы за конструктивную критику а не за обсирательство и насмешки поэтому давайте будем различать эти вещи немножко различать а кто не хочет их различать те летят в бан просто либо просто на игнор вообще просто повторяется люди под видео там не мы рассказываем по про аттракционы наши впечатления мы снимали это видео часов в два ночи мы уставшим и после каруселей голова вот такая все кружится грубо говоря ну объективно так и есть мы уставшие в тот день мы вообще находили кучу шагов как рассказали так рассказали а если что не устраивает то пожалуйста но не смотрите и вот и все я правильно говорю нас конечно господи просто не пишут фу какой нудный канал бла-бла-бла типа вас так все нудно скучно так а зачем вы постоянно заходите это пишите на каждом видео я просто в шоке кому нравится те смотрят а кстати говоря сейчас короче про евровидение немножко отойдет на второй план по поводу лицемерных комментаторов которые пишут на других каналах российских недоблогеров которые обсирают все все и всех как бы пишут нам в комментариях вы молодцы вы умнички вы классные и сегодня просто чисто случайно настя в рекомендации попал канал одного сумасшедшего который просто живет бедной жизнью пытается как-то самоутверждаться что у него очень плохо получается правильно даже сейчас за юлю стар правильно юля старые для него там создала видео как она рассказала кто он и чем он дышит и как он живет вот я реально юлю после этого видео аж зауважала она права просто на сто процентов что этот человек из себя представляет сидит просто в одной и той же футболки тысячу видео ну как мы так пролистали просто мы не смотрели конечно же этот бред этот просто выназмозно надо иметь стальные нервы что посмотреть этот канал этот диван как она сказала плед который в жизни не стирался эти ручки которые в жизни не работали и очки и она просто сидит это ни рыба не масса просто отвратительный человек то было сумасшедшая которая видео снимала поджать можно было с каких-то моментов но вот это самих себя поржать ну как бы ну а вот этот все снимает это просто полный бред полная чушь речь просто растягивает а не знаю на сколько минут а нудно тевтеля чистейшая просто лодыр из тевтеля который просто как это юля сказал попрошайка белые ручки у него его ничего не хочет делать тевтеля я так называю таких я к чему сейчас насти к чему я вела и у него на канале комментаторы которые пишут нам хорошие ему пишут вы все правильно говорите все верно там правда минут на три минуты видео его но тем не менее они пишут нам позитивные комментарии какие мы классные какие мы молодцы и тут же бегут к нему на канал и просто нас обсирают в люди вообще в адеквате ну вот объективно и он еще нас почему-то сестрами назвал он вообще он не знает и подноготная не знает кто мы откуда мы на тем не менее она там что-то сидит и пытается из себя что-то строить фу реально фу отвращение боже мой и такая вот эта половина этих хотела бы сказать даже не хочу ну что ты не уточнила что это он про нас канал изначально не сказала ну вообще кто это за человек надо про него вспоминать чтобы заходили его искали нам он чисто в рекомендациях попал и я смотрела неделю назад как юля рассказывала опять таки про этого человека я не знала про кого потом била юля старым не выбил этот канал и как он ее выставляет просто везде ее фотографии но это уже перебор всего одно дело можно там что-то рассказать даже как мы когда-то она у нас записывала видео там свое мнение да скажем так по поводу тоже юля но мы удалили потому что ну реально поняли что это неправильно и а то что делает этот человек но это полный бред так реально честно вообще по барабану я просто сейчас говорю за тех людей которые нам пишут хорошее а потом бегут к нему на канал и пишут гадости ну кстати елена капитонова это к вам большой у меня вопрос просто вы с нами давно на канале вы нам всегда пишите просто всегда позитивные комментарии привет вы молодцы и все в этом духе так вот зачем вы пишите гадости про нас на этом канале в чем судят просто для чего это делается вы можете вообще разобраться каковому мнение и просто не лицемерить на еще кто какие люди растянула на все это на на сколько времени но просто реально это раздражает люди лживые скрытые под маской на самом деле а любят так обсырать секта начинают нас заканчиваем билетово не знаю но всех людей блогеров точнее а сами такие они даже одно нам а там другое даже не понимают что то что им показывается это только то что мы хотим чтобы вы видели понимаете только то что мы хотим показать чтобы увидели а все ситуации и какие мы вы никогда и не узнаете если в таком плане все будет идти вообще не понимание жили люди реально живут в каком-то другом мире какие психологи я диплом показываю даже на эфире ну боже мой еще раз вам скажу не идеализируйте психологов это обычные люди и еще хочу напомнить всем что практике психологов у нас практически нет потому что мы закончили университет не так давно и в связи с обстоятельствами вы знаете какими мы так и не поработали нормально психологами понятно я еще не отчитывалась перед какими-то дурами реально дурами у вас детский какой-то мир вы не знаете кто такие психологи психологи на самом деле вы раз такой пишите бред как будто психологи по вашему какие-то люди с другого мира вы видите еще раз говорят о то что мы хотим показать понятно это обращение к сумасшедшим а к нормальным людям такое же хорошее отношение как у них к нам не воспринимайте сейчас то что я сказала дурочки это дурочки относятся к сумасшедшим которые пишут гадости а к нормальным людям сюда хорошее отношение вы знаете какие мы на эфире и вы всегда нам пишите что мы такие как какие мы есть мы не врем мы настоящие и все это те кому надо все это понимают а те кто хотят просто нас позадрачивать и просто написать гадости то я вам сказала кто вы и просто таки интересность не стоит ни фотографии под ником ничего сидит какая-то там это и будет рассказывать жирные морды в экране влазят то ты займись собой покажи себя к идеал какой-то может кому-то что-то такое сказать это никто не имеет права никому прям такое говорит идеал не будет короче давай да перейдем наверно наверно обрежем потому что сейчас непонятно будет потому что я начала не понять что говорить потом резко то ничего не надо нам обижать так вот про евровидение плохое остается где-то там мы это забыли давайте начнем на чем-то может хорошим может и нет тело парить вам еще раз за евровидение почему же германия заняла последнее место спросить как вам понравился выступ германии также украины мое мнение со всех стран мне понравилась фену финляндия я даже не могу сказать какая страна была классно ничего не слушала выступление украины мне вообще не понравилось я считаю то что украину должны представлять украинцы и петь на украинском они там я не знаю даже кто это у нас есть много достойных певцов певицы групп которые могли бы спеть на украинском отличную песню и как-то сделать выступление с мотивом украинским чтобы это было ну какой-то нет то хотя бы мотив ну конечно да интересно да понятно что сейчас евровидение это уже понравилось мне все не понравилось уже не украинское выступление не понравилось прошлом году выиграл выиграли эти как у них группа называется калуж на вот это было классно там прикольные наряды было были и всем всем надо смотреть всем надо смотреть ничего и сюда смотрит пусть и такого не видят потому что это бедер на редко кто-то грима не снимает ладно муравьи уже по штативу ползут так вот почему я отойду а ты поговоришь покурить потому как я вечно настю перебиваю я не могу не перебивать в данный момент я пойду наедине с природой но я показываю на она у меня все слушаем анастасию только внимательно насти не дергайся давайте направьте меня куда-то и не знаю они любители так вот что они муравьев же лазит так вот германия заняла почему же последнее место как вы может кто-то знает но я вам раскрою такую великую тайну почему же германия заняла последний перед самым выступом германия не только перед выступом но группа германия которая выступала на евровидении она заявила почему россия не принимает участь на евровидении она должна и обязана выступать на евровидении то как в россии прекрасные есть певцы прекрасные голоса и только россия может я не знаю на занять первые места вот так они сказали ну с таким что вот у них до идеальных певцов почему они просто были в шоке они требовали чтобы россия конечно же выступала и конечно же это всех просто уничтожила возмутило жюри жюри также странные другие которые выступали возмущались почему они так считают почему и так как будто никто не знает ничего не что ничего не происходит на это все на глаза закрыть нет я считаю конечно же правильно что не допустилось такое потому что это должен быть хотя бы если они понимают это должен быть урок для всех для всех не зависит талант у тебя нет надо смотреть не с розовыми очками надо открыть глаза на мир посмотреть что в мире происходит и что надо что-то делать чтобы это все быстрее бы закончилось можно так сказать и вот из этого германия набрала очень очень мало баллов вообще там было сначала было два балла потом конце 17 или 18 ну короче последнее место она заняла все как конечно это удивило также меня удивило почему германия так востребованно хватит хотела чтобы выступала россия я до сих пор этого не знаю может они не знаю общались либо их есть знакомые музыканты певцы да ну вот да и скорее всего это да вот аня даже говорит что да но и знакомых у их были поэтому вот вот и поэтому меня не удивляет ну конечно меня это тоже шокировало и я бы вообще не я не понимаю почему их пропустили на евровидении перед тем как они это заявили я не знаю почему но после того что они сказали что хотят чтобы россия конечно же выступал об этом все узнали все страны за них кстати говоря никакая страна не сказала и кто смотрел евровидение то я думаю вы видели какие баллы набрала германии скажите как вам выступление мне лично не понравилось потому что мне казалось иногда что он пытался слезать евроамштайна какой-то мотив какую-то песню подобие что-то такого не знаю может германия реально есть и уверенно классные песни шоу концерты так дальше разный групп но именно в этот раз германия плохо выступила не знаю как прошлой разы но этот раз был плохой так что лайки на евровидении я оставляю финляндии мне очень понравился парень который выступал концерт шоу было прикольно ну а если не ошибаешь до швеция заняла первое место до первое место и кстати эта певица у нас украла в украине песню переделала ее да это правда и она кстати говорила что она много шоу участвовала украине также приезжала много раз украину она кстати выступала еще двенадцатом году на евровидении эта девушка не знаю выиграла нет но в этом году она выиграла поэтому следующее евровидение будет конечно происходить швейцарию будем смотреть наблюдать напишите кто смотрел евровидении напишите ваше мнение кто для вас самый был лучший из стран так что такие дела ребята не знаю понравилось вам это или нет ку-ку 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 мой мальчик так же такие дела что хотела теперь начать такую тему еще раз за хейтеров не пишите мне бред я никак от себя говорю что я никак не воспринимаю насчет психологов бла-бла-бла дерганая так дальше вы снимите себя и посмотрим какие вы живую она перекур кто-то спортом занимается ты может добавить сколько можно курить тоже пишет радость когда есть у нас адекватные комментаторы когда они пишут что-то хорошее какие-то дают дельные советы которым мы обязательно прислушиваемся и как раздражают те которые пишут ну такую чужую реально но ребята я не понимаю какой от этого смысл адекватный уважающий себя человек не будет писать подобные вещи как-то унижать оскорблять человека но зачем понимаете вы просто этим я никогда не напишу кому-то в комментариях именно прям какие-то вот гадости оскорбления вообще никому комментарии не пишу даже если у нас и не понимаю прям ужасно там убийца не убийца типа и надо написать там не пишите либо хорошее либо вообще не но либо хорошая настя это тоже неправильная позиция еще раз говорю мы за конструктивную критику вот а только хорошая настя неправильно ты говоришь это такого не бывает и это не надо только хорошая вот ну в общем это видео будем уже завершать вроде как сказали все что хотели нам вот поэтому ребята ставьте лайк на наш канал подписывайтесь пишите комментарии сумасшедших уже на протяжении всего видео призываем это не делать короче хотите то и делайте вот все все прощаемся кто не подпишитесь всем хороших выходных всем пока пока